Ряд мероприятий стартует уже днём. По улицам города-курорта будет ездить библиомобиль. Сотрудники библиотек расскажут жителям и гостям курорта о самых интересных темах года, чемпионате мира по футболу и юбилеях известных писателей и поэтов. В шесть вечера официальное открытие во всех филиалах. Основной акцент будет сделан на 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Читатели ждут интересные встречи с анапскими литераторами. Также их ждёт возможность увидеть уникальные книги. Конечно же, выставки книг обязательно будут, потому что в этот день у нас из закрытых фондов выносится редкая литература. Та литература, которая обычно недоступна читателями. Читатели именно в рамках Библионочи смогут познакомиться с обширным фондом библиотек Анапской централизованной библиотечной системы. Библионочь не ограничится одной только литературой. В Центральной библиотеке посетителей ждёт мастер-класс по созданию икебаны и урок японского языка. Специально для увлечённых театром читателей художественная студия поставила спектакль по мотивам известных произведений. В Библионочи примут участие и музеи. С 7 часов вечера в Гаргипе и жители и гости города-курорта смогут увидеть экспозиции книг, датированных 18 веком. Занятия по душе найдут и юные посетители. Самое интересное, что может ожидать родители и их детей, это виртуальная экскурсия, путешествие в Краевую детскую библиотеку имени братьев Игнатовых. Это будет такой интернет-путешествие и ребята смогут пообщаться со своими сверстниками из Краснодара, а те в свою очередь побывать в Анапском археологическом музее, обменяться какими-то мнениями, событиями. С каждым годом Библионочь набирает все большую популярность. Прошлая акция собрала более 5000 человек. Ряд основных мероприятий запланирован во всех библиотеках города-курорта с 6 вечера до полуночи.